наконец-то мы включили наш телефон всем привет зрение да у нас у егора зрение так себе а васю мы заодно до кучи проверим идем мы врачи платному потому что в детской поликлинике у нас врач прикрепленный за нашим участком каждый раз рассказывает нам какие бады нужно покупать еще что-то очень меняет очень сильно напрягает и я решила что я больше не буду туда пока ходить вот исходим мы обследуем все платного врача пусть нам сделают назначение что у егор тебя случилось на стекло не стал да и сегодня такой денечек солнечный почему мы идем пешком на целое приключение будут идти две остановки прогуляемся мы потому что скоро опять солнышко пропадет детям гулять уже снова будет негде потому что везде грязно мы пользуемся последними моментами солнечных дней все обещают похолодание как настроение как школе все хорошо все хорошо пока мы идем мимо часовинки у нас центре города есть еще памятник воевудебу барыкину он там на коне памятник часовня построена в 1855 году на месте битвы кенишемского ополчения под началом воеводы федора барыкина с поляками 26 мая 1609 года памятник охраняется государством ну что дальше идем да еще один памятник стоит памятник калинину и за забором тут территория бывшего завода имени калинина чем бывшего потому что он как и все остальные заводы нашем городе уже закрытый вот а производил завод если я не ошибаюсь единственное в россии станки для бумажного производства и производства бумаги ну русским проще наверное китае купить готовую бумагу а им туда хороший лес поставить чем производить сами в общем все разрушено еще одна часовенка это уже современная даже не часовенка извините не то говорю обелиск не беседка егор это обелиск это память уже великой отечественной войны в годы великой отечественной войны с завода имени калинина ушли на фронт геройски погибли и тут перечисляют то у меня так думаю что больше наверно рупине почему-то очень мало здесь перечислено гораздо больше народа погибла тут бывшее административное здание завода калинина теперь здесь сдается все в аренду под развлекательные центры еще куда что-нибудь подошло смогут сдать чтобы взять тоже нужно иметь в руках деньги а было оно одним из градообразующих предприятий довольно таки крупным в общем тут у нас два вокзала один автовокзал вот это вот старинное здание которое такой железнодорожный вокзал она более современная но мы вчера были там на втором этаже у кулиста с верой крыши течет в общем все как везде все как и везде а станция кинешма это тупик дальше уже не его слезь оттуда пожалуйста его тупик дальше уже поезда не уходят они очень очень да мы тупик конечная станция мы на втором этаже нашего железнодорожного здания тут у нас офтальмолог там стоматологическая клиника оптика сидим ждем ждем